Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Владимир Сосолятин стал советником губернатора. Об этом сам Александр Соколов сообщил на совещании в правительстве. Он поздравил Сосолятина с возвращением в команду и выразил надежду, что тот приложит все усилия для развития промышленности в регионе. А его опыт поможет коллегам. Ранее Сосолятин уже работал советником при Соколове, но на внештатной основе. До этого чуть больше года, с 2021 по 2022, работал министром промышленности, предпринимательства и торговли. Кировчане заплатили 822 миллиона рублей налогов. Это только треть начисленной суммы. Речь о налогах на имущество физических лиц, транспортной и земельной налоги за 2021 год. Для их уплаты у жителей региона осталось две недели. Сделать это нужно не позднее 1 декабря. Потом будут начисляться пенис за просрочку платежа. Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах, а также с помощью электронных сервисов. По ФНС отмечают, что все налоги на имущество граждан полностью идут на муниципальные нужды. На содержание больниц, школ, детсадов, дорог. От полноты и своевременности их уплаты зависит в том числе социальное обслуживание населения. В эфире экономика. В Кировской области почти в два раза вырос спрос на водителей. Об этом свидетельствуют данные исследования Headhunter. На данный момент в регионе открыто более 200 вакансий водителей. В сентябре было на 93% меньше. Треть предложений – это работа вахтой. Исследовательская служба портала отмечает, что на одну вакансию приходится 2,5 резюме. Это говорит о дефиците кадров. При этом работодатели готовы платить сыскателям больше, чем в сентябре, на 12 тысяч. Почти 77,5 тысяч рублей. Отмечу ранее об остром дефиците водителей, в частности общественного транспорта, говорили в Воронежской области. Там было мобилизовано более полусотни водителей. Работа общественного транспорта оказалась под угрозой. И в завершении выпуска курсов валют. Доллар сегодня 60 рублей 40 копеек. Евро 62 рубля и 16 копеек. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова